ПАК 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 И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест! Сегодня куча, просто куча новостей! Открылся сайт, который мы делали долго. Сайт еще свежий, ну а сайте мы чуть попозже поговорим. А сегодня мы будем продолжать делать макиз. Как вы помните, мы его заделали давно и немножко реактивным грунтом там замазали сверху, да, чтобы не ржавело. Но время прошло, он немножко заржавел. Так что будем это все снимать, переделывать. Для особо нетерпеливых вот эти циферки. Переходим, то есть вы попадаете... Ну, на циферки ищите на тайм-линии это время. И попадаете сразу, где мы начинаем делать макиз. Ну, а мы пока порассказываем анекдоты. Расскажу немного информации о сайте. Ну и с утра такой анекдотик. Правда, немножко черного юмора с утра. Ну, ничего, да. Короче, дом инвалидов. У кого руки нет, у кого ноги нет. Ну, и приходит, значит, Новый год. Приходит на Новый год подарки. Все расхватали, короче, подарки. Один сидит, у него ни рук, ни ног сидит в кресле. Смотрит, подарочек там под елочкой. Один завалялся, спрыгивает, как змейка, и дополз. В зубы схватил, сидит. Раззербанил, счастливый такой, успел ухватить. Раззербанил, открывает. Хе-хе-хе-хе-хе, скакалочка! Ну, вот такой анекдот немножко с черным юмором, да, и немножко печальный. Ну, ничего. Ну, и пока у нас гараж немножко прогревается, расскажу о сайте. То есть, все, я запустил сайт. Сайт красивый, удобный. Единственное, что немножко он пока сыроват. Сайт вышел вот буквально ночью. Уже там, по-моему, 30 человек зарегистрировалось. Сейчас уже может и больше. Так что регистрируйтесь, заходите на сайт. Ссылочку на сайт буду давать сейчас пока под каждым описанием видео. То есть, заходите, регистрируйтесь. Большая просьба вести себя адекватно друг друга. Не обижать о своих пожеланиях. Ну, там, когда зайдете, увидите там или на форум. О своих пожеланиях, что бы вы хотели видеть на сайте. Какие разделы добавить на сайте. Все пишите. Можете писать напрямую администратору. Администратор как бы не я. Пока сайт раскачивается, администратором будет Сергей. Его звать парнишки. Он мне и помогает с постройкой сайта. Большое ему спасибо. Если вы немножко понимаете, да, в этом деле, большая просьба помочь по наполнению сайта. То есть, статьи, всякую информацию, все, закидывайте. Информация желательная, чтобы была проверенная. Если она не проверенная, так и писать. Информация не проверенная, но по слухам, по цитатам там каким-то. Вот, ну, чтобы человек знал, что это не точная информация. Как бы я вчера тоже делал вот видеоурок, да, про грунтовки. Ну, и тут расхожие мнения, но они как бы всегда были. Я просто это не обговорил. То, что на эпоксидный грунт нельзя красить. Многие красят. Многие красят на мокрую с 12-часовым нерывом. То есть, дают подсохнуть. И все у них получается. Не замотовывая. Может быть, может быть. Но все-таки я бы советовал всем сначала попробовать на чем-то испытать. Если действительно вас этот вариант устраивает, да, конечно, можно красить. Вот, в частности, мне написал Максим Шиповаленко, да, процитирую. По эпоксидному грунту можно красить. И он может использоваться в качестве выравнивания. Более того, он применяется при покраске по мокрому. В течение 12 часов он сохраняет адгезию. И его можно не мотовать. И нельзя ложить на реактивный грунт. На реактивный также нельзя ложить шпаклю. Он должен перекрываться акриловым. То есть, большое спасибо, как бы, что вы меня поправили, Максим. То есть, для других тоже это, как бы, будет полезной информацией. Вот человек, как бы, красит. И у него ничего не случалось. Но еще раз говорю. Если вы решитесь на это... Ну, вот он еще написал, да, немножко так меня поправил. Полезно читать техничку. Техничку я читал, поверьте мне. И я общаюсь с людьми, с технологами, с технологами ведущих фирм. То есть, и даже у технологов разные мнения. Так что, если у технологов разные мнения, товарищи, значит, что остается? Остается испытывать. То есть, вот человек испытал, да, у него покрасилось все. Не знаю, как он следил. Нет дальше за машиной. Но, то есть, пробуйте, пробуйте тоже свои варианты. Если это получится, то ради бога. Почему нет? Ну, и немного о конкурсе. Конкурс продолжает, продолжается. Ждем ваших видео. Видео могут быть на любую тему. Как бы это ни прикол. Конкурс действительно будет. Конкурс призовой. Победитель получит вот этот пистолет. Не самый, вместе с влагоотделителем, не самый дорогой. Но на первое время хватит, если вы начинаете. То есть, я им красил к Санте, вы можете посмотреть в предыдущем видео. Крыло красил. То есть, покрасилось, все хорошо. От вас требуется только прислать ролик, связанный как-то с темой гаража, либо темой вашей машины, либо просто какой-то фотоотчет по работе. То есть, ну и просьба свою музыку не ставить, потому что у меня может не пройти на канале. Музыку я вам сам могу поставить. Подойду, которую можно будет поставить. Подберу. Ну и видео будут приниматься до 1 декабря. Там мы с вами проведем голосование. Либо на сайте и в ютубе. На сайт регистрируйтесь. Будет очень интересно. И числа 10-го мы подведем итоги по конкурсу. Может 15-го перед Новым годом. И на Новый год вы получите пистолет Валеру нашего. Я вам его перешлю. Запишу, как я отсылал. Вы запишите, как вы его получили. Людям будет интересно, я думаю, посмотреть. Так что не теряйте времени. Присылайте свои видео. По сайту. Регистрируйтесь на сайт. У вас есть возможность быть одним из первых. То есть, чем чаще вы будете на сайте, в форумах участвовать, там всякое писать, тем быстрее заработайте себе карму и рейтинг. В сайте у вас откроется больше возможностей, чем у других. Так что будьте первым, как бы пионером сайта. В последствии многих я назначу матераторами, чтобы следили за сайтом. Ну и свои предложения высказывайте. Что неудобно в сайте пишите, что хотели бы вы увидеть, что не хватает на сайте. Все это пишите администратору. Администратора звать Сергей. То есть, он разберется, все это восстановит. Сайт профессиональный, красивый. То есть, занимается им профессиональный человек, который занимается именно сайтами. Это его основная работа. Сайт называется вот так. Вот, можете переписать. И внизу под видео будет у нескольких видео ссылочка на сайт. Вы его могли найти. Регистрируйтесь внимательно, пишите почту. Потому что там вчера два человека было, писали, что не пришло сообщение. Одному потом пришло чуть попозже. Так что подождите немножко, сразу не пугайтесь, что нет. То 15 минут где-то, и сообщение должно прийти, если вы все заполнили верно. Ну и общайтесь на Зелу Рации. На Зелу Рацию тоже я дам ссылочку. То есть, нас в канале уже около 700 человек. То есть, общаются много люди с разных городов, с разных стран. Очень интересно. Много профессионалов на Зелу Рации. Можно напрямую спросить у людей, что хотите. Так же и я напрямую вам могу ответить. Ну и тема дня, что ли? Ну вот, ешкин кот, настал момент, когда мы решились все-таки отремонтировать свой Матис. Хотя бы под грунт его сегодня. Ну, дядя Улежа боится, что мы его загрунтуем. И опять отложим по краску. Ну, что делать? Ну, как вы знаете, с грунтом нельзя долго ездить. Он гидроскопичен и пропускает влагу. Но, как вот у нас будет под замену. Просто сейчас мы его не будем менять. Мы его поменяем весной. Ну, что мы сделали в прошлый раз? Мы просто залепили тупо эту дырку в стекловолокно. Почистили ржавчину. Но, как видите, ржавчина... Сейчас я поближе. У нас появилась снова. Вот она как бы проглядывается. Да? Такие варианты. То есть, ее мы снова будем счищать. Счистим до металла. И перешпаклюем. Эпоксидным грунтом я не буду ее сегодня перекрывать. И реактивным. Так как... Времени на его сушку у нас нет. А вы знаете, что он сушится очень долго. И пока у нас нету народу, то мы хотим его хотя бы как-то покрасить. Чтобы до весны он немножко у нас протянул. Итак, начинаем зачищать. Ну, как видно, я снял больше шпаклевочки. То есть, старую шпаклевку я снял. Зачистил чуть дальше. Почему я снял? Потому что она не поездила. Не знаю, как она себя поведет. Лучше я ее поменяю. И здесь. До металла почистил. Вокруг обработал 240-й шкуркой. Чтобы шпаклевочка у нас не попадала на глянец. Ну, накладываем шпаклевку. Очень часто спрашивают, как разводить шпаклевочку. Ну, шпаклевочка у меня в данном случае, но вот такая вот алюминиевая. Ну, как видите, вот примерно сколько я положил. То есть, там 1 сотая, 2 сотых, это запутаешься. Ну, примерно вот так положил немножко. Даже вот это много. Но вы определите, когда у вас много отвердителя. Когда у вас много отвердителя, вы не будете успевать намазать. У вас будет она быстро дубеть. Если отвердителя чуть меньше положишься, она будет дольше сохнуть. Но она высохнет по-любому. Понимаете? То есть, тут не страшно. Это вы научитесь разбавлять по мере того, как будете видеть, как ведет себя шпаклевка. Потому что так точно не скажешь. В жару и в холод. Отвердитель выжится по-разному. Вымешиваем хорошо, чтобы не было пор. Ну, накладываем потихонечку. Сейчас я шпатель поменяю. Так вот, как бы, шпатель нагибаем. За первый раз вы все не перемажете. Так что не старайтесь сразу с первого раза все замазать. И вот такими движениями, незателивыми, намазываем. Как бы чуть-чуть с горочкой получается. Это нормально. Алюминиевая вообще, говорят, не просаживается. Ну, не знаю, не замечалось, чтобы она лучше не просаживалась. Но, говорят, лучше, значит, надо мазать. И попробуем ей все сейчас замазать. И затрем, что это с вами. Ну, вот так вот выглядит примерно картинка. Первый слой мы намазали, да? Как вы видите, алюминиевая шпаклевочка. Мажется она легко. Шпаклевочка очень мягенькая. Работать ей удобно. Ну, и есть такое мнение, что она практически не дает просадки. В данном случае я ее положил. Первый слой у меня там стекловолокно было, вот в этой бирочке. Я думаю, что она немножко еще и попрочнее. Ждем, когда подсохнет, и затираем. Ну, и осталась у нас шпаклевочка еще. Раз пошла такая пьянка, будем и бампер тоже шпаклевать. Шпаклевочка мне понравилась, потому что она мягенькая. Сейчас ей еще слойчик забамбим. Перетрем его 240-мочкой. И все нафиг готово. Кударек обшачивает швы. Ну, и начинаем затирать, как бы прикладываем плоскости, да, и повторяем форму плоскости. То есть, вот у нас целая, где часть, да, и от нее начинаем плясать. Потихоньку заходим на ту часть, где... Ну, в принципе, это можно и машинкой, я руками под... То есть, где у нас неровности. И с ровной части будет выходить шкурка и будет стирать ту часть, которая у нас лишняя. Для начала я взял 120-ю шкурочку, так как слой тут не особо толстый. и стираем крестовыми движениями. Я немножко ускорю. Ну, вот, как вы видите, мы затерли, обезжирили. То есть, затираем вот до такой степени, чтобы граничек острых не было, чтобы гранички были размытые. Ну, поверхность, естественно, гладенькая. После того, как мы убрали первый слой, да, мы видим, какие миленькие у нас недостаточки. То есть, вот эти недостаточки надо переложить вторым слоем. Как бы это у нас получилось, потому что капотик не очень ровный. Вообще, в этих местах у всех практически капоты продавлены. Ну, и перекладываем второй слой, чтобы закрыть вот эти вот мелкие царапинки. То есть, уже по всей плоскости нам не надо ложить. Закладываем только вот эти места. Шпаклевочку хорошо вымешиваем, чтобы воздуха не было в шпаклевочке, потому что слоем уже последний не было. Нет, чтобы воздух не попадал. Я так за басиком выложу. И закладываем все неравнисти, которые у нас остались. Ну, кто как закладывает, при способе, если не страшно. Пока присел перекурить, вот тут еще пришло сообщение в описаниях, да? Не в описаниях, а в комментариях. Тоже интересно. Олег Ильич, спасибо за информацию. Очень интересно. И про краску было... А, ну, это... Спасибо, это Олег Фомин написал. Спасибо, Олежа, тезка. Вот Олег Богословский написал. У тротона эпоксидный грунт можно использовать как грунтовку, так и порозаполнитель. Только разбавляется он разным количеством разбавителя. То есть в инструкции-то все должно быть описано. То есть можно пробовать, вот народ пробует, как бы, понимаете, отходит от правил. Мы все отходим от правил, да? Сплошную тоже нельзя пересекать, пересекаем же, да? Бывает, пешеходов не пропускаем. Ну, не в том дело. Тут еще один был такой комментарий, тоже какой-то интересный. А, ну, это рассказать просит. Так что есть отхождение от правил, понимаете? Многие люди пользуются. Об этом, как бы, пишите в комментариях. Не бойтесь, я там не обижусь, если вы меня поправите. Это, наоборот, хорошо. То есть, может быть, я заблуждаюсь, понимаете? И, хотя я разговаривал с технологами, прежде чем дать информацию, я говорю с технологами. У меня есть технологи знакомые из Москвы, и мы переговариваемся по скайпу. Я все интересуюсь. Но даже у технологов есть свои расхождения. Понимаете? Технологи спорят. Но, как бы, здесь вы больше узнаете, чем от технологов, потому что народ это испытал. Испытывают, и, то есть, дают добро на этот материал, допустим. Также вы можете свой материал испытать, либо у меня на сайте, либо здесь в комментариях прокомментировать, что вот вы используете. То есть, это будет очень полезно, как бы, и другим. Так что, участвуйте, пишите, пишите свои наблюдения. Пишите на сайте, на форуме, пишите здесь, на ютубе, в комментариях. Это, как бы, очень нужно и поможет, я думаю, всем. Ну, у нас остались совсем маленькие косички. Сейчас мы их уберем. И на этом с шпаклевкой наша эпопея заканчивается. Сейчас это вытруется двести сороковочкой и будем грунтоваться. Ну, вот вроде и все. Там уже, если совсем мелкие будут недочеты, мы их финишкой сотрем уже перед самой покраской. вот сейчас столик моет как бы бампер. Фу, бампер. Компот, да. Компот. Компот, компот. И я, как бы, буду местами грунтовать. Здесь мне, где краска целая, я не буду грунтовать. То есть, лакокрасочное покрытие здесь нормальное. И так как я местами буду грунтовать, чтобы грунт не попадал на глянец, я просто прохожусь вот такой. И вот так вот шкурочкой, восьмисоточкой просто мою. Безусеру. Просто вот так вот мою. Делаю, как бы, немножко матую поверхность. Можно это и с кушбрэтом сделать. Не важно. Здесь какой-то маленький, смешной. Так что особого усилия тут нет. Ну, наверное, его снимем, чтобы долго не мучиться. И так вот вокруг все обтерли. Просто если на глянец у вас попадет в грунт, потом будет его стирать очень плохо. Неудобно. Ну и достаточно, в принципе. Вот, смотрите на передовика производства. Взял и обезжирил лаком запчасть. Сейчас отмывает лак. Позор, позор. мы грунтуем. Сначала пару легких слоев. Чуть-чуть подсохнет и уже полный слой дадим. В принципе, гампер не весь приколай. слоев. Ну и дело за капотом тоже как бы обезжирили сухой тряпочкой прошли. Тонким слоем сначала, а сейчас мы снизу загрунтим. Торцы не забываем. Ну вот вроде бы и всё на сегодня. Завтра будем пытаться красить. Ну и анекдот на прощание. Пропорщик выходит в струю и говорит, так, ребята, у нас на танке сломалась рация. Кто у нас шарит, давайте починим. Ну, один вызывается, говорит, а у вас рация на полупроводниках, на транзисторах или ламповая? Я вам же сказал, для особо тупорылых рация на танке. Вот такой анекдот. Как бы мы торопимся, поэтому извините. Всем добро и бабла. Здоровья всем близким вашим деткам. До следующей встречи.